Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас разница по времени с Минском 7 часов. Так вот, Катя проводит с нами практически все дни. Я даже не знаю, когда она спит и спит ли она вообще. Мне кажется, это робот. Мне тоже кажется. Слушай, а может, действительно, это робот? Думаю, это робот. Робот Катя тебе. Большой привет с 5000 футов. Я расскажу тебе про Магадан. Мы провели два очень интересных дня в солнечном городе Магадане. Субтитры делал DimaTorzok Мы уже пролетели от Минска 9 часовых поясов. Чувствуется удаленность от Родины? Чувствуется. Через скоро мы переведем часы целый день назад. И мы выиграем себе один день дополнительной жизни. Да, мы приближаемся к краю России. Нам осталось совсем чуть-чуть. Примерно 6 часов до Анадыря. И еще 2 часа до Бухты Проведения. Ну, а там, собственно, мы с Лаврентией уже все. И край. Это край России. Не, ну-ка, я кое-что знаю про Чукотку. Роман Аркадьевич Абрамович был длинный, длинный, да, губернатором Чукотки. Вот посмотрим, как там сейчас результаты его работы оценим и доложим сообществу. А еще докладываю, иностранцам требуется специальное разрешение, чтобы попасть на Чукотку. И мы его получали. Единственный регион России, где нам заранее пришлось писать специальный запрос, платить, ну, там, какие-то деньги, получать вот это вот разрешение на въезд. Разрешение выдается лично губернатору. Вообще прикольно жить в столике часовых поясах. Я могу рассказать, я живу в четырех часовых поясах. У меня есть время Майами, где живет моя семья, 19.49. У них сейчас у меня на одних часах настроено локальное время Майами. На этих же часах у меня настроено время UTC. Это Zulu Time Greenwich, по которому мы летаем. Все пола-план-флайт планы подаем. А на телефоне у меня настроено локальное время. И четвертое время это Минское. Для связи со штабом я пересчитываю мысленно, зная, что у нас сейчас с ними плюс один из минус три, восемь часов разницы. А жить в четырех часовых поясах, это прикольно. USB-12.5.6.6.6.6.6.7.6.6.7.6.6.7.6.6.7.7.6.7.6.7.7.7.6.7.7.7.7.7.7.10. Встречаем линию перемены дат. А у нас шампанского нету. У нас с тобой есть 6 бутылок водки, которые не обнаружены российской таможеной. Так, вот это не надо было записывать. Мы прилетели во вчера, товарищи. Мы во вчера. Америка! Прилетели в Америку. Аляска. Аляска. The first American person and Alexander. Нам пришлось в Минске установить дополнительный бак, который нам одолжил один из наших друзей-пилотов. Смонтировали к нему два насоса. Один электрический, другой ручной. Сам бак резины, он сейчас пустой. Раньше он был вот таким накачанным. В него влезает 250 литров. Всю эту систему и конструкцию сделали наши специалисты. Не какие-то там австрийские или новозеландские парни. Обычные наши белорусские механики. Да, вот наша компания Отель. В ней работает замечательный инженер Виктор Сосик и его не менее замечательный начальник Иван Коваленко. Вот они подготовили. Ну как они подготовили, узнаем, когда прилетим. Но пока вот мы пользуемся тем, что они сделали. А мужики, спасибо большое. Мы опробовали систему, она действительно работает. А мужики, спасибо большое. Моё самое яркое впечатление это переход, перевал через Денале. Когда у нас гора Денале была с левой стороны, мы перевалились через перевал и сразу попали на ледник. Я вообще не ожидал от Аляски такого количества гор, ледников и всего остального. Поэтому подтверждаю, что ландшафты безумные. Честно признаюсь, я чувствую себя бомжом, потому что на сегодняшний день у нас нет места ночевки. Мы летим в город Сиэтл. Я надеюсь, что мы там что-нибудь найдем. Но в крайнем случае комнатку там на вокзале бабушка будет с табличкой сдавать. Аж все по плану. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok